Добрый день! Вы на канале Хобби МК. И сегодня я хочу рассказать вам, как сделать пластиковый носик для зверюшки. Вот приблизительно такие носики из полимерной глины у меня получаются. Вот еще один пример носика. Это мопс Венедикт, который связан по описанию Елены Ермак. Мастер-класс у нее очень замечательный, очень подробный. Мне не потребовалось никаких дополнительных пояснений. И вот такой вот носик мне пришлось сделать для этой собачки. Он также пришивной. И сейчас я вам покажу, как я их леплю. Для того, чтобы сделать носик, мне понадобятся зубочистки, какая-нибудь полимерная глина. В моем случае это глина от фирмы Артефакт. Но я чаще всего использую самую дешевую, которая продается поштучно в палочках. У нас она стоит в районе 3-4 гривен. Это где-то в районе 10 рублей. Вот. Я беру небольшой кусочек. У меня сейчас в квартире холодно, поэтому ее нужно разминать довольно долго. Цвет пластики, в принципе, значения не имеет, потому что я все носики обычно прокрашиваю потом черным лаком для ногтей. Кусочек пластика хорошенечко разминаем в руках. Можно отщипывать разного размера, скручивать шарики, чтобы получились также носики разного размера. Вот у меня есть несколько готовых носиков. У крупных носиков есть отверстия для пришивания. У мелких носиков такого отверстия нет. Они у меня будут садиться на клей. Это уже готовые носики, сваренные, но еще не прокрашенные. У них у всех немножко отличается форма, отличается размер. Это очень удобно, если вы сделали игрушечку, и вам надо подобрать самый красивый носик. Итак, как я леплю? Я делаю сначала кружочек. Вот у меня получился кружок. Дальше я из кружка делаю треугольник. Стараюсь, чтобы он был как можно более плоский. Теперь в этот треугольник я вставляю в зубочистку. Не торопясь и прокручиваю, чтобы треугольничек не сильно деформировался. Это у меня будет отверстие для пришивания. И теперь, когда зубочистка вставлена, я должна придать носику окончательную форму. Это самый важный момент, от которого будет зависеть внешний вид носика. Дальше я беру булавочку. И булавочкой делаю небольшие выемки. Ноздри. И острым концом булавочки прорисовываю серединку носа. Продавливаю небольшую канавку. Носик я с зубочистки не снимаю. Вот такой вот носик у меня получился. Я сейчас сделаю еще несколько штук. Если работать в перчатках, то на носике не будет оставаться узор от ваших пальцев. Котик хочет поучаствовать в мастер-классе. Вот моя краса Тулька. Смотрите, у него носик в форме трусиков. Сейчас мы этот носик будем повторять. Вот так. С палочки я пока не снимаю. И сейчас этот носик... Вот они отличаются у меня по форме. Немножечко отличаются по размеру. Сейчас эти носики можно будет запечь. Но я носики не запекаю. Я их варю в воде, потому что я переживаю. У меня семья отдельной духовки, конкретно для полимерной глины, у меня нет. И я не вижу в этом смысла, потому что люблю я очень редко и очень мало. А все-таки ядовитые испарения от пластики меня беспокоят. Поэтому я предпочитаю все-таки варить в воде. Когда все ядовитые соединения, или по крайней мере их большинство, растворяются в воде, их можно потом вылить. А кружку просто никогда не использовать по прямому назначению. Итак, сейчас я вам покажу, как я варю эти носики. Для варки пластики у меня предусмотрена металлическая кружка. Водичка в ней закипела, продолжает кипеть. Я беру свои носики и аккуратно их погружаю в воду, прямо вместе с палочками. И теперь вот в таком виде они у меня будут вариться, в данном случае 5 минут. Если носик толстый, можно варить 10 минут. Дело в том, что переварить глину я не боюсь. Ее скорее можно не доварить, чем переварить. Но для толщины изделия в 2 см нужно варить 10 минут. Для более тонких изделий достаточно 3-5 минут. 10 минут прошло. Я выключаю газ. Можно оставить до небольшого остывания, прямо на плите. Выбрасываем наши носики. Чашечку уложим на мойку, пока ею нельзя пользоваться. И носики у нас должны полностью остыть. Дальше следует завершающий этап. Мне нужно будет просто прокрасить мои носики. Для этого я втыкаю зубочистки в кусочек пластилина. Беру обычный лак для ногтей. У меня самый дешевый. Лак маникюрный, черного глянцевого цвета. Беру носик. И небольшим тонким слоем наношу лак. Хочу обратить Ваше внимание. Если Вы будете делать носики из пластика другого цвета, то после того, как высохнет основной лак, Вам нужно будет еще прокрасить дырочку. Убрать зубочистку и аккуратно прокрасить внутрь дырочку, чтобы не было заметно, что пластика другого цвета. Я делала и розовые носики из белой пластики. Просто прокрашивала их розовым лаком. Еще есть одна интересная деталь. Когда пластика не запекается, а варится, очень часто на ней остаются белесые пятна и наплывы кальция. Как в давно немытом чайнике. Для того, чтобы этого не было, лучше всего варить пластику в дистиллированной воде. Но в моем случае цветной лак для ногтей это все полностью скрывает. Если цвет пластики Вас устраивает, а подходящего лака для ногтей у Вас нет, то можно прокрашивать просто бесцветным лаком. Тоже дает очень хороший эффект. Теперь можно забыть про наши носики на пару часиков, чтобы все-все-все наши места на носиках хорошенечко засохли. Носики подсохли. Я думаю, их уже можно снимать с зубочисток. Вот что получилось. И теперь можно попримерять готовые носики. Это будет явно крупновато. Сейчас посмотрим, что у нас есть из маленьких носиков. Крупноват, крупноват, крупноват. А ну-ка. Вот. Это уже ближе к истине. Вот таким вот образом можно подбирать к любой Вашей собачке носик нужного размера, нужной формы, такой, как Вам больше всего понравится. Так, вот этот носик, наверное, подходит больше всего для этой будущей моей собачки. Если Вам понравился этот мастер-класс, не забывайте поставить лайк и проверить, оформлена ли у Вас подписка на мой канал. Всем большое спасибо за внимание. До свидания.